Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня, артиллерии, успешно отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка, Луганской Народной Республики, Майорск, Веселая, Маренко, Водяное и севернее Клещеевки, Донецкой Народной Республики. В оперативно-тактической армейской авиации поражена живая сила и техника вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новомихайловка, Делеевка, Белая Гора и Александра Шультина, Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Разлив и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины и 118-й бригады территориальной обороны. В ходе боев за сутки на данном направлении уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов «Червоная Диброва», «Ковалевка» и «Карамазиновка» Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов «Невская», «Макеевка», «Новоегоровка», «Райгородка» Луганской Народной Республики, «Ямполовка» и «Терны» Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта «Торская» Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 100 украинских военнослужащих, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 7 пикапов, а также 2 гаубица Д-20 и Д-30. На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, группировке войск «Восток» поражена живая сила и техника вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов «Макаровка» Донецкой Народной Республики и Левадной Запорожской области. В районе населенного пункта «Приютная» Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. На запорожском направлении действиями подразделений и огнем артиллерии отражена атака противника. в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты и вооруженной силы Украины в районах населенных пунктов Успеновка и Равнополия Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 175 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиоакционная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Губянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике вооруженной силы Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Луганской народной республики, Фигалевка, Калинова, Загоруйковка, Тимковка и Красная Первая Харьковская область. В районе населенного пункта Новоселовская, Луганской народной республики пресечена деятельность Украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения вооруженной силы Украины. За сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы М-100Б и Д-20, два орудия Д-30, а также радиоакционная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также радиоакционная станция контрбатарейной борьбы производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Велетенская, Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженной силы Российской Федерации, в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям Вооруженной силы Украины на огневых позициях живой силе и военной техники в 123-х районах. Кроме того, в районе населенного пункта Равнополия Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты Вооруженной силы Украины. В районе населенного пункта Новомихайловка, Донецкой народной республики, поражен пункт управления 79-й десанта штурмовой бригады Вооруженной силы Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс». Кроме того, уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Золотаревка, Краснореченская, Шипиловка, Сватово, Луганская народная республика, Артемовск, Бахмутская, Мариуполь, Ключевое, Донецкая народная республика, Гусарка, Чапаевка, Романовская и Малая Щербакия, Запорожская область. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5154 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10789 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11787 единиц специальной военной автомобильной техники.